Строительство водоотведения по ФЦП. Поговорим об этом еще с нашим гостем, который уже на прямой связи. Сергей Рассаловский, глава администрации Новофедоровского-Остельницкого поселения. Доброе утро. Сергей, доброе утро. Сергей, как вы нас слышите? Мы пытаемся вас услышать, но пока не можем. Я вас слышу. О, Сергей Николаевич, как хорошо, что вы нас слышите. У нас есть вопрос специально для вас. Расскажите же, какая проблема решится в Новофедоровке с появлением новых коммуникаций водоотведения? Да, действительно, по федеральной целевой программе уже идет исполнение контракта по реконструкции системы водоотведения в поселке городского типа Новофедоровка. Проблема, прежде всего, решится экологическая, потому что стоки неочищенные. Сегодня поступают в фрукт-поглотитель. Мы с вами понимаем, что это идет загрязнение и флоры, и фауны, и все, что вокруг связано с этим. То есть, в первую очередь, решится вопрос экологический. Поэтому сегодня подрядчик уже приступил к исполнению контракта. Работы идут на трех участках, и в целом проблема уже практически будет решаться. Ну вот сейчас в режиме самоизоляции как долго могут продлиться эти работы? Быстрее или наоборот? В этом, собственно говоря, вся и трудность, они затянутся из-за коронавируса. Ну, в соответствии с указом главы Республики Крым, работы по федеральной целевой программе сегодня осуществляются. Поэтому проект реализовывается. Рабочие на своих местах проводят подготовительные работы. Проложена уже трассировка трассы, прохождение напорного коллектора. На участке идет реализация по поселку Новофедоровка, часть напорного коллектора это идет. И часть идет по территории города Саки. На территории города Саки уже идут монтажные работы непосредственно. У нас идут еще подготовительные работы. Поэтому коронавирус никак не влияет на реализацию федеральной целевой программы и реализации этого проекта. Сергей Николаевич, ну а в целом расскажите, есть ли известны на данный момент ли сроки выполнения работ, когда все это закончится? Срок реализации контракта 30 сентября 2021 года. Поэтому сейчас все работы идут в соответствии с графиком. Я думаю, что никаких срывов не должно произойти. И ситуация с пандемией не повлияет на реализацию этого проекта. Очень будем на это надеяться. Да, расскажите, пожалуйста, как на ваш взгляд изменится экологическая ситуация в поселке? Подробнее. Ну, коллеги, напорный коллектор, очистный, это, конечно же, в первую очередь, это самое главное, это экология. Сегодня стоки идут в путь поглотитель, как я уже говорил. Соответственно, экологическая ситуация, как минимум, в округе поселка и в самом внутри поселка изменится кардинально. Сегодня воды поступают грунтовые, вокруг растительность растет, соответственно, это все изменится. И мы уже развиваемся как туристический поселок, соответственно, и в этом плане, экология и безопасность тех же отдыхающих и в целом даст толчок развитию нашему поселку. Поэтому мы только рады и приветствуем, что такая глобальная экологическая проблема решится на территории нашего поселка. Сергей Николаевич, огромное вам спасибо за то, что это утро встречаете в нашей компании. Нашим телезрителям напоминаю, что на прямой связи был Сергей Ростоловский, глава администрации Новофедоровского сельского поселения. Хорошего дня вам, ну а мы движемся дальше.